Сегодня в 11 утра в подножье здания областных властей начался организованный Союзом Чернобыль пикет с требованием разобраться и отменить рекомендательное письмо заместителю министра социальной защиты России, согласно которому с января этого года чернобыльским ветеранам и инвалидам значительно сократили суммы пенсионных выплат. Мы боремся и не можем никак добиться то письмо, которое полностью срезать, довести до минимума инвалидов, всех там вдов, ну полностью и никак не пробить. В 10.50 контролирующая обстановку милиция попросила собравшихся организоваться в коридор, освободив проход к первому подъезду Белого дома. Пикетчики организовались, вытащив и развернув плакаты. Единственное, две области такие, как Козырёк взяли, Свердловская, Челябинская, Самарская, все остальные области, а все выполняют по-старому, то есть они не прислушались к этому письму, такого чиновника, а Сачи. Из-за достаточно сильного ветра всем собравшимся было предложено переместиться в актовый зал 2-й областной больницы, здесь же неподалеку, на набережной городского пруда. Пикетчики согласились с оговоркой, что дождутся всех, кто должен приехать. Союз Чернобыль подготовил письмо губернатору области с соответствующими требованиями, под которым поставили подписи руководителей всех чернобыльских союзов области, города, районов Екатеринбурга, провинциальных городов Свердловщины. И сейчас десятки тысяч семей отброшены за предел существования, нищенское существование, тем более сам инвалид, любой из инвалидов, он обязан тратить основную сумму на лечение. Фактически нас посадили на шею собственным семьям.